Как правильно мыть голову? Важные правила и хитрости. Чтобы ваши волосы были предметом гордости для вас и зависти для окружающих, за ними следует правильно ухаживать. При этом очень важно правильно мыть голову, чтобы не навредить локонам. Важными правилами и некоторыми хитростями мытья волос поделилась в Instagram Beauty Expert Екатерина Кацемир. Как правильно мыть голову? Перед мытьем обязательно расчешите волосы. Вы удивитесь, но если расчесать волосы перед, то после мытья они не запутаются в колтуны и не. Придется долго разбирать волосы. Если есть необходимость, можно расчесать вместе с увлажняющим спреем. Наносим шампунь в ладошку, потом на кожу головы и корни волос. Если шампунь хорошо пенится, наносим совсем немного. Не нужно лить шампунь в большом количестве на волосы. Шампунь вспениваем на коже и корнях, делаем массаж подушечками пальцев, ногтями не шкребаем, а образовавшуюся пену протягиваем по длине волос. Если вы моете голову редко, то повторяем. Намыливание два раза. Если ежедневно достаточно, один раз. Шампунь смываем обильно водой, а после на длину волос, уделяя особое внимание кончикам, наносим кондиционер или маску. Кондиционеры и бальзамы можно использовать хоть каждый день, маски тильда два раза в неделю. Если вы хотите использовать маску и кондиционер одновременно, то сначала наносим маску, смываем водой, а только после кондиционер. Кондиционер – это завершающий штрих в схеме шампунь, маска, кондиционер. Маски и кондиционеры тщательно смываем водой. Волосы не должны быть липкими и чересчур скользкими. Если систематически плохо смывать маски и кондиционеры, то можно схватить перепит. После мытья волосы аккуратно промакиваем полотенцем и убираем излишнюю влагу. Долго носить тюрбан на голове из полотенца не нужно, можно создать эффект бани для волос и получить пушистость и торчуны после. Любые несмываемые средства, спрей, кремы, масло. Наносим в самом конце на влажные волосы, корней избегаем, чтобы не перегрузить их. Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила правильно ухаживать за кожей в теплое время года.